Привет всем новичкам и матерым игрокам! Пользуясь моментом, хочу сказать спасибо каждому, кто поддерживает меня и мой канал. Потихоньку двигаемся к 10 тысячам подписчиков и очень надеюсь, что каждый из вас, кто заглянулся посмотреть этот гайд, поставит лукас и подпишется на канал. А в этом видео вас ждет порядок прокачки такого класса в игре, как инженер. Это самый лайтовый класс по прокачке как уровня, так и он быстрее всех качает опыт ремонта и любые стволы за счет его классовых особенностей. Сейчас, братишка и сестренка, ты увидишь, как проще и быстрее его прокачать. А с вами Старина Бургон, погнали! Первые уровни самые лайтовые и в ютубе есть куча гайдов, как поднять первые 10 уровней. На крысах, в поле, жуках, в пещерах, в квестах и прочем. Если у вас есть хороший друг хотя бы 30 уровня в игре, то он может вас прокачать до 20 уровня на медведях с болот. На стриме я этот способ проверил, рабочий. Сейчас покажу, как качал инженера именно я. Начну с 10 уровня, так как с этого уровня начинается беготня и получение уже более существенного опыта для прокачки. Но на этом этапе ты все еще маленький фенек, которому опыт идет в небольшом количестве, а в начале много и не надо. Идете на кордон к Кузьмичу, попутно выхватываете его квесты на добычу яда ящера, рога и прочее. Закупаете патронов, аптечек и бежим на обычных ящеров, которые неподалеку. Соклан решил использовать пугающую фразу Ромена из Шурмечной. А пока ящер лежит в шоке от страха, феня убегает, издавая испуганные звуки, умирает. Я что-то с дробовиком разобраться не могу, он у меня не заряжается. Ничего, бро, в моем клане тебя научат. В общем, это место для прокачки на ящерах. Попутно делаем квесты Кузьмича. Ящеры спавнятся быстро, опыт идет хорошо, по 500-700 единиц примерно. Агрим целую орги пати ящеров, пока Фене убегает, я решаю вопросы. На этих ящерах добиваем до 13 уровня и идем на Минаевскую шахту. Там только квесты Гоши на сбор байка дадут вам полтора уровня, плюс квесты самого Минаева. Если более точно, квесты на Минаеве поднимают тебя с 11 до 14 уровня. Но это надо будет много бегать, выполнять квест коллекционер, где вещи разбросаны по локации, бегать за колесами для байка на западную шахту и так далее. Еще и без мопеда. В общем, на Минаеве я поднялся до 14 уровня с половиной. Так как я новичок и у меня нет денег на покупку байка, то самый простой способ поднять денег, это пойти обратно к Кузьмичу и наделать много стимуляторов Шила. Там нужна только водка и яд ящера, чего в избытке. Водка на солнышке, яд ящера под боком, иди и фарми. А после можно продать на комиссии за хорошие деньги, примерно по 400 за штуку. Чтобы делать стимуляторы, надо обязательно выполнить цепочку квестов от Кузьмича, пока фармил яд, апнул 15 уровень. Еще поднять уровень с 13 до 16 можно на шершнях, что возле бункера. Там рядом база ЧЗ, где можно закупаться патронами и аптечками. Опыт сыпет с шершней оправданно. Также можно 3 уровня поднять на матерых ящерах, опять же на кордоне, только чуть дальше обычных. Там ящеры дают по 900 тысяч опыта, спавнятся быстро, но могут убить за один укус. Надо быть аккуратнее. С 13 по 16 можно и на огненных пауках в мертвом лесу фармиться, но новички обычно мрут на них из-за неопытности. Лучше идти туда с другом. И конкуренция там почти всегда есть, и не факт, что тут будут фармить игроки твоего уровня. Полтинники тоже тут сидят, только какого хера непонятно. Получили 16 уровень, он нужен был для покупки ствола МП5. С ним станет гораздо проще убивать и шершней, и ящеров. Да даже медведей в одну хареньку потом можно забирать будет. С 16 по 21 качаемся на ящерах, что возле тоннелей. Попутно продавая яд ящера на комиссии по 200 жетонов за штуку и зарабатывая деньги на наш будущий мопед, если у тебя его еще нету. Спота тут если что два, возле тоннелей и возле странного дома, про который я говорил в начале видео. Конкуренция почти всегда есть, но если выбрать правильное время, то будешь один со спокойной душой поднимать уровни. Я еще на 18 уровне с МП5 сбегал и проверил блевунов с медведями, а опыт сыпет тоже прям хороший. Можно качаться до 20 уровня спокойно, но одна проблема болот есть всегда. Это большая конкуренция, и спавн не такой быстрый как у ящеров. Никогда не понимал, что на болотах делают вот такие блять уровни. Что огненные пауки, что мишки. Мужики, у кого 40 плюс уровни, да даже 30. Какого хера вы мешаете фармиться маленьким уровнем? Для вас поберега и каньон открыт, там вам и опыта падать будет больше, и жетоны заработаете. Ну не мешайте маленьким ребятам фармиться. Советую повыполнять квесты попутно, что в тоннелях. За них дают очень много жирного опыта. Поднять можно где-то два уровня, насколько помню. С 20 уровня инженеру открывается оружие Юмпик, с которым разбирать мобов станет еще проще. Также доступна лучшая поддержка в игре, чего нет ни у одного класса. Это МТВ и МТЛ. МТВ предоставляет точку возрождения в том месте, где ты ее поставишь. А МТЛ будет тебя лечить. И никакие аптечки не нужны. А вот с 21 начинается самая любимая часть любого вилочника. Это прокачка на фалангах. Самый любимый моб для всех классов, я вам так скажу. Даже с МП5 спокойно разбираются фаланги мужики. Спотов с фалангами около 8, где вы сможете выбрать удобное место для прокачки. В идеале это если вы состоите во фракции, то иметь захваченные базы. Неподалеку от баз есть очень удобные места. Набил лута, нажал ССД и вуаля, ты на базе. И идти не надо с перегрузом, обсираться. Еще и убить могут пока идешь, где ты потеряешь пол мешка. Продал все, тут же закупился и пошел обратно. И так пока не начнется война. Но имейте ввиду, это локация пвп. Хочешь или нет, тебя может убить кто угодно. И потом не психуй. В общем до 25 качаемся с юмпиком. Я пока поднимал уровни, уже прокачал само оружие. С 25 открывается петух. Там качаться становится уже по кайфу и легко. Даже можешь сходить на войну и разбирать других игроков. 50 патронов в петухе это нечто. Качаемся на фалангах вплоть до 30 уровня. После 30 вам открываются две дороги прокачки до 35. Это мотодоры, которые больше подойдут прям для новичков. Низкие затраты, быстрый опыт, но прибыли мало. Только окупаться будешь и почти не заработаешь. Либо пойти на скритней, которых никто не любит на начальных уровнях. Просто потому, что не умеют их фармить. Они уже для более опытных игроков. Кто любит садамазу на 30 уровне без топового ствола. Скритни находятся на локации побережья. Вход на которые только с 30 уровня. Гайд по скритням будет в описании под видео. Я выбрал пойти на скритней, так как знаю как их убивать. С 25 уровня вам открывается новое оружие от СМГ-90. Просто народный петух. Его преимущество в большом объеме магазина. И вполне достаточно для комфортного фарма скритней. С которых на секундочку вам будет падать от 14 тысяч опыта. И это только с первого уровня скритня. А если с пятого скритня, то получать будете около 30 тысяч опыта. И это инженеру 30 уровня. Качаться на скритнях очень легко и очень быстро. Я поднял 5 уровней примерно за 2 дня, играя по 5 часов. Да, бывает. Когда приезжаешь на спот с тракторов, который их ползает по 3 штуки рядом. Но есть лайфхак. Как их разделить и убить. Если это видео наберет 250 лайков, я покажу как фармить скритни из Энжа. С петухом и с ПДВ. Еще преимущество скритней от Матадоров в деньгах. Жетонов сыпет прям нормально. За одну ходку от 70 до 120 тысяч спокойно можно принести. Когда попадете на побережье, тут есть вот такая доска ежедневных квестов. За которые ты получать будешь 200 тысяч опыта. В общем. А также если выполнишь сюжетную линейку квестов в этой локации от Виктории, то получишь примерно 1 миллион опыта. Вообще думаю новичок может ее пройти за пару часов. Опытный игрок за полчаса. Гайд по линейке квестов от Виктории будет под видео в описании. С 35 уровня вам уже открывается ПДВшка, в которой уже спокойно можно фармить любых мобов и события. С 35 по 50 качаться одно удовольствие. От твоего лайка зависит, делать ли мне видео по Энжу дальше. Есть один хороший лайфхак на повышенный опыт от очень опытного инженера. Пока качаетесь, в ветке навыков не вкидывайте очки дальше инженера-биолога. Так как навыки на повышение здоровья влияют на количество получаемого опыта с мобов. Параметры в силу и выносливость тоже вкидываете только при необходимости. Взять там оружие например и все. После 35 распределите уже как захотите. Я вот пока качался инжен, вкинул очки в интеллект, который влияет на скорость прокачки оружия и на прокачку ремонта, которыми я позже займусь. Что будет если прокачать всю ветку оружия, ответ на вопрос ты найдешь под видео в описании опять же. На самом деле прокачаться до 35 легко на любом классе. Если хотите, чтобы сделал видео как прокачать старалу или наемника до 35, набейте под этим видосом 300 лайков и погнали. В итоге, если у вас много времени, инжа до 35 можно прокачать за 1-1,5 недели. Эта инфа проверена очень опытным инженером. Если это видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Все ссылки на мои соцсети и группу вконтакте по игре вилки тоже под видео в описании. А с вами был Старина Бурбон, не прощаюсь.